Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анны Маскаленко и начнем этот выпуск. Больше трех тысяч заявок на догазификацию подали жители краевой столицы. Почти 1800 человек уже заключили договоры. В городской администрации прошло заседание, посвященное вопросу подключения населения к голубому топливу. Генеральный директор Бурнаульского Газпрома Роман Правдин пояснил, что на сегодня ведутся проектирование будущих сетей, геодезические изыскания и подготовка документов. Для сокращения сроков догазификации органы местного самоуправления в два раза сократили сроки выдачи документации. В большинстве случаев заявления на выдачу ордеров рассматриваются районными администрациями в день обращения. Алтайские санатории заняли шестое место в рейтинге программы весеннего кэшбэка. Список основан на данных бронирования через портал санатории россии.рф. По сравнению с прошлым годом наш регион поднялся на одну позицию. В Сибири алтайские санатории возглавляют пятерку лидеров. Количество брони в здравницах выросло на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, следующий этап программы кэшбэка будет с 1 октября. Сроки начала продаж объявят во второй половине лета. Морал – символ солнца народа в Сибири. Разведение этого благородного животного можно назвать визитной карточкой нашего региона. В Солонешинском районе находятся пять таких хозяйств. Среди них и самое старое в крае. Дарья Кончина побывала в нескольких моральниках и узнала, почему их продукция пользуется такой популярностью. Самый древний алтайский моральник расположился на границе Солонешинского, Черышского районов и Республики Алтай. Ему больше 100 лет, и два года назад он получил второе дыхание. Местный житель Сергей Коваленко начал его реконструкцию. Сегодня в хозяйстве около 350 голов. Жалко оставлять хозяйство полуброшенное. И есть рабочие места, есть люди, которые здесь раньше работали. Поэтому стараемся содержать хозяйство. Восстанавливаем изгородь, увеличиваем поголовье, срезаем пантовую продукцию. Всего же в Солонешинском районе пять моральников. Каждому есть чем удивить туристов. Самая популярная процедура у гостей региона – пантовые ванны. Врачи рекомендуют принимать пантовые ванны целым курсом. В среднем он составляет от 8 до 10 дней. Одна процедура длится около 10-15 минут, и происходит она вот в таких индивидуальных кабинках. Медики уверяют, панты обладают лечебными свойствами. Их рекомендуют при нарушениях опорно-двигательной системы, нервных расстройствах и для укрепления иммунитета. Видела я, сама лично я видела, что вот человек, который вылечивал псориаз, больше я таких историй не знаю. Точно хорошо знаю, что у нас на моральнике делали пантогеметоген. Это уже идет продукция, кровь эта консервируется. Знаю сама, как делается этот процесс. И аптечную продукцию я не покупаю, только вот это все свое. Панты на Алтае заготавливают двумя способами. Одни варят и высушивают в печи, другие морозят. В таком виде продукцию отправляют заказчикам. Делают слайсы, которые можно употреблять с чаем или как лекарственные препараты. Делают различные БАДы, делают капсулы, делают различные пантовые чаи, допустим, и пантовые ванны. Ну и, конечно, настойки, тот же, допустим, пантогеметоген. 95% мораловодческих хозяйств России – алтайские. И это неудивительно. В грах региона богатая разнотравья, а следовательно, и панты – богатые витаминами. Дарья Кончина, Сергей Седых. Новости. 17 июня музыкальные группы «Фогель и Ко», «Провинция и 03» выступят для жителей Алтайского района. Бесплатный концерт пройдет в райцентре в 20.00. Он станет финальной точкой музыкально-патриотического марафона «За Россию. Алтай». Коллектив «Фогель и Ко» исполнит каверы на известные песни в стилях рок-н-ролл, блюз и кантри. Группа «Провинция» представит сочетание хард-рока и инновационных творческих идей. 03 – искренние и запоминающиеся песни в различных жанрах. Концерты уже прошли на семи площадках. Новоалтайский, Заринский, Олейский, Ребрихи, Славгороде, Рубцовский и Всанниково. Возрастное ограничение 12+. К этому часу у меня все. Желаю вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова